Доброго дня, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане, все наши зрители, читатели. Я Виктор Артеменко, никопольчанин. Сейчас нахожусь в Никополе, в старой части города, у себя в беседке, в студии. Что хотел бы сказать, с чего бы хотел начать, я не хотел бы с этого начинать, но придется, да. Проблема воды. Знаете все, что произошло несколько дней назад, об этом мы говорить не будем. Все и так все знают, понимают. А вот последствия, конечно, ужасающие. И сразу хочу сказать, что быстро это не закончится. Ну, чтобы вы понимали. Вода. В Никополе, я разговаривал и с Чулькиным, и с другими людьми, в Никополе вода будет. Потому как мы питаемся аж из старого русла Днепра. На данный момент есть трудности с тем, что позабивались эти насосы, по-моему, да. Их ремонтируют. И если день-два не сделают, значит, будет организован подвоз воды. Если сделают, наладится быстрее. Покров, все очень печально. Но городская власть Покрова делает все возможное, чтобы люди были с водой. Подникополем. Знаете, вот, наверное, всех пугает, что когда закончится война, мы начнем ругаться между собой. Вот в Никополе это уже началось по воде. Давайте без истерик, без вот этого перекладывания какой-то и выдуманной вины на кого-то. Давайте поймем одно. Эта катастрофа, она быстро не закончится, не пройдет. Городская власть делает все возможное. Плюс волонтеры, плюс международные организации. Все делают все возможное. Пожалуйста. С других городов я даже говорить не хочу. Кто сейчас родился в Никополе, а находится в другом городе и пытается умничать, ну, вообще не взлетайте, да? Вот. Ну и между собой нужно понимать, придержите свои эмоции. Вот 10 раз подумайте, чтобы один раз как бы что-то сказать, да? Почему работает фонтан? Ну, фонтан же зацикленная вода, да? Почему на пятых, на третьих этажах нет воды, а Новопаловка поливает? Ну, начнем с того, что там отдельная насосная, да? Второе, то, что я не думаю, кто-то сейчас будет заливать прямо огороды. Ну, и третье, даже если это тетенька, которая там поливает, она не будет поливать, не поднимется на третий, на пятый этаж вода. Да, вот, надо понимать, и фонтан, если даже ведрами его вычерпать оттуда, ну, не знаю, будет от этого кому-то пользы, не будет от этого кому-то пользы. Просто, знаете, ну, не надо, давайте просто объединимся и будем помогать, кто как может. Вот это будет правильно. Что в Покрове, что в Никополе городская власть не бездельники и не безграмотные люди, а это показало время уже. И поэтому я знаю, я уверен, делают все возможное, но я сразу хочу сказать, это завтра не закончится. И как это будет дальше, ну, наверное, никто не знает. Ну, что вода будет однозначно, а вода ведь нужна и для предприятий. Знаете, если бы раньше, лет 10-20 назад, лет 20 назад, да, меня бы спросили, будет такое, может такое быть, я бы сказал, что нет. И кому-то, может, интересно вот эти комментарии там в Телеграме, в Фейсбуке, вам больше заняться нечем. Я иногда читаю, когда меня носом ткнут, потому что это как бы моя работа, да. А другим людям просто лишь бы что-то написать, лишь бы поругаться между собой, лишь бы облить, обвинить в чем-то еще там кого-то, да. Следите за собой. Все будет хорошо. Знаете, честно, не хотелось бы возвращаться к моим делам, да. Но я выхожу в город, люди меня останавливают, поддерживают, спрашивают, как, что. Поэтому я как бы вынужден еще продолжать эту тему. Вчера был суд, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя и прокурора Диорода Днепропетровска. Значит, о взятии у меня отпечатков в пальцу, принудительном взятии. Судьей отказано. Так же, как и отказано в избрании меры пресечения, то есть там под стражу или даже подписку о невыезде. То есть, вот есть все-таки какая-то справедливость и правда, и это успокаивает. Давайте вкратце расскажу еще раз по этой теме довольно-таки быстро, да. Кому не интересно, переключайтесь. И надо понимать, что вот это субботние мои эфиры, да, вот эти выходы, стримы или как угодно, видео, репортажи, называйте, как угодно. Это просто общение, мое общение с вами. Кому интересно, дальше смотрите. Кому не интересно, пожалуйста. Детей можете не убирать, я мотюкаться не буду. Устал. Что хотелось напомнить нам, за пару недель до 25-го числа прошлого месяца подошли два милиционера, спрашивали какого-то цыгана и так далее, а потом эти же милиционеры были в конвое. То есть, оказывается, это была давняя разработка выполнения политического заказа, мы к этому вернемся еще. Вот, ну я не говорю, что эти милиционеры что-то исполняли. Нет, они выполняли приказ и все, не более. Там они, они даже свято верят в то, что они делают доброе дело, наверное. И ушли. Ну, потом понятно, что это они просто проверяли, есть ли я здесь и как зайти в дом там и так далее. То есть, 25-го числа в 7 утра явилась другая группа с Днепропетровска, со следственного управления, с какого-то или... Не знаю точно, это адвокатство. Вот, явились санкции на обыск. Значит, предъявили распространение детской порнографии, изготовление ее. Ну, бред бредовый. Плюс сказать, что я больше склонен к тому, что это была просто провокация, чтобы я отреагировал на это причинением телесных повреждений тому, кто это озвучивает. Ну, я надеялся на то, что я сейчас позвоню адвокату и все встанет на свои места, без предела, как бы не будет. Сразу же озвучили, что я не имею права на адвоката, что адвокат мне не положен, что никаких звонков мне никто не даст сделать, если я буду пытаться, оденут наручники и так далее. То есть, применят физическую силу. Понятые у них были свои. Я об этом заявлял несколько раз. Значит, и... Они их менять не собирались, как он говорит. Мне тоже эти понятые не нравятся, но мы их не выбираем. То есть, мы их назначили. Я об этом уже обо всем говорил. Вот. Потом, получилось, они пытались уничтожить, значит, скамер наблюдения. Ну, уничтожили не тот регистратор. Все это есть у меня как доказательная база. А представьте, если бы не было. Это все основывалось бы только на моих словах. И вы бы вот смотрели и думали, говорили, что ты... Ну, такого не бывает. Я тоже думал, такого не бывает. Значит, дальше был арест. Несколько дней, три дня, 72 часа. В суде на ходатайство о принятии меры пресечения взятия под стражей, оставить под стражей, значит, судьей Днепропетровского суда отказано. По всем пунктам. Даже нет подписки о невыезде там или еще чего. При обыске, как происходил обыск, значит, кроме того, что не дали адвоката. Адвокат приехал, его вызвала моя помощница Оксана, когда уже сюда подходила, увидела здесь бедлам весь. Вот, значит, кроме этого всего, то, что свои понятые, плюс они просто переворачивали всю студию, весь дом, все помещения. Они рассредоточились. Это камера, которую они не имеют права выключать, они просто ей игрались. Включали, выключали. Короче, я могу так вот, захожу в одну комнату, они разворачивают одну посылку, другие люди там разворачивают. Ну, короче, вот такое вот. Поэтому поясню, почему я отказываюсь давать им, отказался сразу и сейчас, отказываюсь давать свои отпечатки пальцев и ДНК. Почему? Не потому, что я боюсь, а что на том объекте, который, предмете, на том предмете, который они изъяли и говорят, что то граната, а я знаю, что то макет. У меня лежат макеты, как фотостудия, как музей, как что хотите. У меня есть макеты хвостовиков от снарядов, да. У меня есть макеты патронов бронебойно-зажигательных, которые я тоже говорил, давайте тогда вместе с этим макетом изымать и как бы вот эти. Нет, изымалось что-то непонятное. Это, я так понимаю, совершенно другое в деле, совершенно другой предмет, не тот, который у меня находился. Для чего им нужны, при всех вот этих нарушениях, для чего им нужны мои отпечатки пальцев? Не для того, чтобы сверить, понимаете, а для того, чтобы нанести. Давайте так, вы сначала скажите, есть ли на том предмете какие-либо отпечатки. Перед тем, как наносить мои, она же должна быть стерильна, да. Вот, ну я так думаю. А потом уже, значит, будем разговаривать, чтобы с меня взять их, чтобы сравнивать. Нет, такого разговора нет. Есть просто, нужно было отобрать у меня и отвезти почему-то на Днепр меня. Обязательно, вот, кто немножечко разбирается, знает, что есть порядок последственности. То есть, они должны были найти, если они нашли гранату, когда я знаю, что тут макет, у меня макеты. Вот, они должны были вызвать наших местных полицейских, следовать следственную группу и все передать по последственности. Сразу же. Почему нужно было везти меня обязательно в Днепропетровский ИВС, как бы, даже от слова лень, то, что у нас полиция ленивая, а палочку они уже себе как бы нашли. Вот, уже от этого слова нужно понимать, что здесь банальная заинтересованность. Вчера было рассмотрение в суде на ходатайство прокурора и следователя, чтобы принудительно у меня взять отпечатки пальцев. Суд происходил онлайн. Значит, я находился у себя в студии. Здесь в студии находилась помощница тоже во дворе. Вот, и что перед самым судом, значит, приехал один оперативник. Вот, просто ни о чем. Что? Что ему надо было? Я как бы искал адвоката. Что ты его тут ищешь? Я понятен. Потом, когда-то кто-то видел, жители старой части города, патруль пеший, полицейский патруль на улице Ивана Зерка. Я никогда не видел. Полицейский, пеший. Туда-сюда ходили, нарезали вокруг. Потом, прямо во время заседания, опять же, я не скажу ломились, но приехали два оперативника тут и просили позвать Виктора Артеменко. В таком плане, господа, давайте без вот этого панибратства какого-то, каких-то там бумаги какие-то вы принесли. Есть адвокат, есть порядок обращения. Пишите какую-то там повестку там или еще что-то. Я же не могу, допустим, сказать в онлайн-суде, что уважаемый судья, там ко мне опера ломятся, короче. Я сейчас с ним поговорю, а вы тут посидите. Ну, бред. Сказать, что нет заинтересованности полиции Днепропетровска, следственных органов прокуратуры Днепропетровска. То есть, я считаю, что это исполняется политический заказ, чей уже примерно ушки вырисовываются. Сказать, что нет их заинтересованности, ну, это глупо. Почему? Потому что вот столько нарушений, столько движа из-за чего-то, из-за какого-то макета гранаты, из-за какого-то человека. Ну, это бред, бред. Я, как вижу, как все это происходило. Это человек, который хочет остаться или прийти во власть, который устраивает своими голосованиями или обещает голосовать как угодно, как положено, каким хочется, да. Вот. Сготовит себе площадку для вновь зайти. Если подумать, кто его будет сбивать на взлете, Артемин, давайте сделаем ему так. С какой-то статьей просто проникнем с этой санкцией. А статья такая должна быть, чтобы, знаешь, он молчал вообще. Проникнем в дом, а там, смотрите, часто ездил в зону боевых действий. Значит, что-то у него должно быть нелегальное. Если не найдете, вот вам подкинете. И все. Перерыли мне всю хату. Поизымали мобильные, жесткие. Все, все, что могли поизымать. Все изъяли. Перед этим часами проверяя. Понимаете их? И ничего не найдя, там, решили, при столько нарушений, обязательно надо что-то найти. И вот и нашли. Я буду писать жалобу вместе с адвокатом. Мы будем писать жалобу в ДПР. Считаю, кто может подскажет, куда еще. Почему? Потому что в прокуратуру, ну, я считаю, бесполезно писать. Потому как представитель прокуратуры врет прямо в суде. Потому что в прокуратуру тоже напишем. Ну, это мы так не оставим им. Из-за чего? Понимаете, как я хочу, чтобы мои дети и внуки не говорили мне, папа, дедушка, какую Украину ты нам оставил. Украину, в которой не предоставляют адвоката. Украину, в которой следователь едет со своими понятыми. Украину, в которой можно любому человеку из-за своих политических амбиций подбросить что угодно. Я считаю, что такие следователи и прокуроры не должны работать. И вообще не должно быть таких прецедентов в Украине. Никопольчанам, Марганчанам, Покровчанам хочу сказать так еще раз подчеркнуть. Ко мне можете относиться по-разному. Я не ангел. Но благодаря только лишь тому, что у меня стоят камеры наблюдения со звуком, я могу доказать вот эти все беспредельные действия. Кстати, еще раз повторю, они уверены, что они уничтожили регистратор. Они уничтожили только другой. Ко мне относитесь по-разному. Но вот эти действия, я считаю, им не место. Если, может быть, я не прав, поправьте меня. Что еще по городу? По городу? Да, город живет. Магазины работают, предприятия. отчасти работают. Стараемся, городская власть старается наладить водоснабжение. А настроение у никопольчан я считаю нормальное. Вы на меня не смотрите. Я так 10-15 минут и устал. Почему? Потому что все-таки 57 лет и давление в связи с вот этими событиями дало о себе знать. Но я скажу, что еще позитив в чем, как я считаю. Смотрите, 57 лет это первый микроинсульт у меня. 57 лет это первый арест у меня. Значит, следующий будет еще через 57 лет. Так? Так. Все буду Украина. Всем дякую. Спасибо. И спасибо за поддержку, кто меня поддержал. Все будет хорошо. Спасибо.